Как стать поставщиком российских железных дорог и какие инновации сейчас особенно востребованы? Об этом шла речь на презентации промышленного и инновационного потенциала Чувашской Республики в акционерном обществе РЖД. 14 предприятий Чувашии получили возможность представить свою продукцию и новые разработки на встрече с руководителями российских железных дорог и получить обратную связь от потенциального заказчика. Президент Некоммерческого партнерства Объединения производителей железнодорожной техники Валентин Гапанович отметил хорошую отдачу от подобных мероприятий и высокое качество предложений от предприятий Чувашской Республики для возможной реализации. Сегодня, считаю, разговор прошел, в моем понимании, профессиональный. Отдельное предложение действительно, это уже однозначно будет иметь свое развитие. Но то, что инновационные продукции отдельные, которые мы обсуждали сегодня, будут востребованы, это однозначно. Подобные встречи товаропроизводителей Чувашии уже проводили с Россетями и ФСК. Министр экономического развития Владимир Аврелькин отметил, в обороте промышленной продукции Чувашии около 40% приходится на работу со стратегическими партнерами. Существенная роль отводится взаимодействию с РЖД и партнерами Объединения производителей железнодорожной техники. В этот раз обсудили возможность заключения пятилетних контрактов с нашими компаниями по ремонту импульсных реле. Это большие объемы гарантированных закупок, которые будут способствовать развитию производства. Сегодняшнее мероприятие, для меня это понятно, что загрузка предприятий наших, потому что РЖД и предприятие ОПЖД сегодня являются крупнейшими заказчиками. То есть все это подталкивает на новые неокры, на повышение интеллектуальных прав и возможностей наших предприятий, нашей науки в республике. Поэтому я считаю таких мероприятий только на пользу. Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань, которая пройдет через Чувашскую республику, открывает большие возможности для наших производителей. В обязательном порядке в поставках продукции и оборудования для этого значимого проекта будут участвовать предприятия Российской Федерации, в том числе электротехнического кластера «Чуваши». Результаты будут известны и понятны через какое-то время. Контакты у нас есть с довольно-таки большим количеством производителей железнодорожной техники, для того, чтобы мы предлагали им применение нашей продукции. К сожалению, это требует большой конструкторской проработки с их стороны и снижения цены с нашей стороны. Вот, я думаю, пока мы пойдем по пути друг к другу, и к октябрю, когда нас пригласили на эту встречу, еще одну, для рассмотрения результатов, мы как раз дойдем до нужных материалов. На встрече прозвучал ряд конкретных предложений. Однако это далеко не все возможности Чувашии. Номенклатура продукции, которая намерена приобретать предприятие РЖД, может быть расширена за счет предприятий Чувашии, специализирующихся на электротехническом производстве. В свою очередь, наша экономическая служба подсчитала, что в Чувашской республике насчитывается до 50 различных электротехнических предприятий, которые не входят в кластер, но которые могли бы там присутствовать. И именно это, их участие могло бы дать дополнительный эффект путем участия вот в таких мероприятиях, которые были организованы сегодня. Приглашаем электротехнические предприятия крупные, малые и средние вступать в ряды членов электротехнического кластера Чувашской республики.